всем hello дорогие дамы и господа мы продолжаем говорить ведьмак 3 дикая охота как вы помните в прошлой части мы встретились с ведьмами встреча так себе если кто не видел то безусловно по всплывающей подсказки вверху переходите смотрите мы продолжаем продолжаем мы то что сейчас мы наверное что делаем от урожей актрис и так все попозже а по дополнительным чонки есть вы скиры мерц на святилище ну понятно ось провалены из-за ну давай тогда пойдем по делам семейным может быть даже стоит сейчас сходить сходить в какой-нибудь ближайший поселочек починиться полностью а тут нет телепортирующего столбика где-нибудь рядом есть идем туда идем так а где тесто столбик так стародавний дуб деревня так сходим починимся думаю если тут есть конечно где починиться тоже здесь и нет ну тогда я думаю может кстати давайте просто глядим но тут уже 50 маловато будет тут ладно тут все в порядке давай тогда подальше вот тут есть это кузнец как раз где у нас кузнец вот такой кузнец где кузнец ты что тут происходит кулачные бои я не буду отвечать такой разный вопрос а где кузнец в доме кузнец ведьма в доме не кузнец спит вообще то есть ночью к скользнецом не поболтаешь ладно так это сделать нельзя может минимум медитировать в этих нельзя значит наверно отбегать может быть ну естественно дождь я же так люблю дождь в этой игре он ни разу не раздорожает вот кузнец он проснулся купить им но оружие на заказ ты тоже делаешь а шлюхи за деньги в рот берут ну ясное дело дай посмотрю кто есть может что выберу а ты починиться не можешь мне примесло починить цена не такая дорогая чинь я подал 88 86 77 73 нормально пойдет все удачи вам и кстати ботинки есть какие-то где выпали как раз с этим как раз с этим а село таки босико босико а что это да в мече этот мече не работает ну давай тогда сюда и вот этот что так продолжим наши приключения вот и выражай все тебе чего хочу с выражением поболтать как ты опоздал сейчас мы с ним болтать ну и халюте второе уровень обмана убирайтесь отсюда а я подумал что сегодня будет день без труда это что это бойцы темели что чародеи хорошо платят за органы редких существ интересно сколько дадут за его глаза туда и ударить так давайте без смерти сегодня это барон и кстати это и люди барона посмотрим что за человек насолил приятеля мэдрика и и и и и и есть там кто открывая не бойся кого духе несут чего он хочет мне нужна помощь человек а волк седой они старый его товарожей не ждет пождет чё типа будущее видишь ты ждал меня кости мне так предсказали придут те что смердят насилием и смертью но волк их прогонит белый волк и пришел ворожба не врет колдун узнаешь вещицу сделаны из елового дерева пахнет можжевельником она должна была кого-то оберегать кровью окроплена кадилом можжевеловым окурина для анны на охрану и узел его сделал хорошей сделал как предки учили над мертвой водой свете полной луны это хороший амулет зря сняла нахран от чего от чего он ее должен защищать старая магия а точнее об этом болтать не можно этого касаться не дозволено ворожей мог дать только чуточку для охраны ничего больше поделать не мог она ее дочь пропали ты знаешь где они себе в третьем лице чужой могут знать ворожей ворожей будет духов спросит пусть будут духи лишь бы понять где их искать 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 лучше княжные княжные никто 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 не ищет что еще за княжная княжна коза перепугалась наверное может вернемся к делу сейчас козу попросит найти без козы без козы не выйдет ты поможешь мне если я ее привез княжна княжна куда же ты подевалась ладно схожу за ней колокольчик любит позвонишь ей она и придет на минуточку только берегись потянешь ноги кстати краской малины я их близко не подпускаю это коварное чудище колокольчик колокольчик крик собачье сало печень волка впервые упадает кстати теперь пошли к выражаю но иди же понятно что земляника интереснее чем ведьма туда милость его и диспажа и спасу хочу медведь беги глупое животное куда лезешь еще естественно них я не видно а я предмет не могу сменить ну легкий медведь ведь мы не туда пошел мне надо было вот здесь идти не правда надо все время звонить чтобы ты шла ну видимо то давай быстрее да я там же волки не пиказу братан то можно и сифильского нить подхватить теперь ты мне помог мне тоже очень приятно но я немного тороплюсь она и тамара могут быть в опасности белый волк помог ворожей тоже поможет кровь надо крови живого существа козу щас убьешь хорошо сейчас вернусь сразу сказать не мог я бы этих медведя забрал крыса подойти подойдет кто так с посудой обращается выйти по вы каждый день в икеи покупаете с кишечкой не живет а и не умерла по языке что все уже все духе больше ничего не сказали например куда они ушли где их искать пришел за ворожбой я ворожбу и даю они ушли дитя осталось куклы пенки и чье дитя она была беременна была и скинула и барон ничего не сказал может боялся может стыдился может она это ребенок откуда ты обо всем знаю это она тебе рассказала она была здесь после того что произошло не было анны это ворожба сказала ну значит так и есть не твоя вера делает ворожбу правдой а ворожба тебя до правды довести может барон как-то был связан с выкидышем у своей же они тогда все-таки чином порывистый горилки не сторониться а после горилки нрав у него еще круче он издевался над семьей попала у тебя ты должен был что-то заметить ворожей старый слепой но княжна пришла и руку ей полизала и что же мудрый она зверь только к тем приходит какие страдают ну понятно барон что с ребенком что осталось ребенком без обряда его закопали вот он и проснулся блуждает мести ищет и гоша гоша белый волк мудрый волк поймает и гошу и гоша поможет приведет к родным и гоша высасывают кровь у беременных и пожирают их плоды они не помогают потому как проклятый а ведьмаки проклятие отводят ежели белому волку не повезет пусть кровь принесет кровь всегда родную кровь найдет и чуть я кровь зачем тебе кровь 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 вяжет людей на веки живых и мертвых я понимаю но что ты хочешь с ней сделать иногда брат с братом и за 100 лет не договорятся умирает один пока с другим в ссоре 2 тогда кровь его ворожею приносит и что делает ворожей дядов поджидает берет кровь молоко травы и куриные когти мешает бьет и мертвого живым примеряет в этом году дядов не будет но мы так справимся я слышал одному ведьмаку удалось расколдовать и гошу на сами этого никогда не делал знаю что нужно его закопать под порогом и имя дать айм райн провести обряд имя наречения это эльфские обычай человеческий эльфский краснолюдский самый древний духом тарасы дело нет духа у милости лишь дух тебе поможет спросишь ответит дорогу покажет интересно толерантные тут какие духи услышался упомянул дяды это же очень старый обряд я думала забыли везде здесь смерть таится всюду людишки то знают что каждый приставится прежде чем дела завершить и тогда помочь ему нужно иначе он покоя несущет дяды провести нужно зажечь самую свечу чтобы он дорогу по тьме нашел послать его по имени утешить его в скорби тогда он с миром отойти может чтобы ты куш сначала мне надо найти и гошу в полночи у могилки пустой если ты прав где находится могила должен знать барон тогда к барону не найдет уже видимо мертвые замок молния не это перун бушует а солдатом пух и кузнецу пух где освет видел его кто-нибудь конюшню пошел вроде что горит вы что не видите почему никто не тушит так все боятся барон как о шалеет так пощады не жди и за собрану сейчас будем спасите его не то живьем сгорит и он и коней дашь могу быстрее он барон да да надо полутаемся только я тебя сейчас а как мне ему помочь славная работа а что делать я знаю что у твоей жены был выкидыш это было до или после того как ты ее избил до полусмерти ты на что намекает из бы тяще словами живут у меня за идиот от ее много лет колотил в конце концов они не выдержали и убежали так я думал отключусь жалеть тебя кто осуждаю барон нокаут нокаут водичку водичку зубки т.п. убивали надо поговорить кто тушить то дом будет садись садист и бил я на тамару в жизни руки не поднял она она это другое дело она всегда знала как меня достать что у тебя за жена чем тебя так жена доводила суп пересаливала носки не штопала мы 20 лет вместе она меня видела и пьяного и трезвого на рядом была когда и победителем возвращался побитого перевязывала она одна знает куда нажать чтобы было больно и за это ты ее колотил за то что она тебя бронила ведьмак да что ты понимаешь в общем может когда-нибудь я тебе расскажу у когда-нибудь не сейчас ты не бил дочь после того что я видел на дворе сложно поверить что для тамары ты был любящим папочкой ты не верь только она всегда для меня была светом она могла здесь делать что хотела он спросил любого она верхом ездила охотилась иногда отправлялась в разъезды с моими людьми это ее присылали ко мне когда я в бешенство впадал только она одна могла меня успокоить если у нее была здесь такая безмятежная жизнь зачем она убежала с мамой за компанию если б я знал ты был бы не нужен а почему мне не сказал ты потратил мое время узнай ты что я за собственной семьей уследить не могу ты меня размазнёй считал и нихера б не уважал а так типа чё-то поменялось рассказывай все что помнишь начиная с дня побега и в этот раз я хочу слышать правду я тогда пил третий день пришла она и сказала что они уходят я умолял ее чтобы они остались она не слушала я пытался ее удержать она вырывалась и упала а больше ничего не помню проснулся утром по боссаных портках из шишки на голове а их уже и не было ведьмак сука ты знаешь каково мне теперь я сука хер ты что можешь знать ничего у меня не осталось и чего только бутылка тамара поэтому тамара была там же она все видела разве что из-за двери она в ком тут не входило точно жаль когда может иначе все сложилось я на нее едва взгляну я сразу как-то спокойнее становится а как же следы борьбы которые я обнаружил в комнате как же дыра в стене разлитое вино мы сцепились она пыталась меня подсвечником по башке оттоварить но угодила сначала в стену потом в столб я отступил налетел на стол ну разлил вино и поскользнулся она воспользовалась моментом и на лестницу рванула а все время с этим чертовым подсвечником в руке я на лестнице поймал мы упали я уж думал все схватил ее она вывернулась и меня подсвечником по голове шарахнула меня глазах аж потемнело я может даже на минуту выключился что потом был что было потом потом там было еще хуже я потом снова проснулся солнце заходило сколько дней прошло я не знаю я думал все это грёбаный кошмар пошел в спальню он уже не застал зато всюду была кровь я тогда уже знал она потеряла ребенка ни о ком горло подступил я подошел к кровати и увидел ее она лежала там маленькая и защитная на окровавленных простынях мертвая из-за меня это и я много мертвых видел но это наверное жуткое было зрелище у меня просто ноги подкосились а я целые поля трупов видел под созданным как сжигали чародейка в море борь и видел но по сравнению с этим остальное как маленькая писюлька и виноват во всем только я этого мы еще не знаем талисман который носила она мог быть как-то с этим связан с выкидышем что случилось с ребенком до закопали девочку завернул в чистую простыню и закопал вот так просто не думал я тогда погребение просто хотел что все закончилось уже я об этом ребенке мечтал я анете говорил вот он родится на свет и все изменится к лучшему а он умер прежде чем родился мой ребенок умер понимаешь ведьмак чего не вышли эти сочувствия я сочувствую тебя у его лупить не надо было надеюсь ты найдешь свою цель по договору сперва я должен отыскать тамару и она и все идет к тому что в этом нам поможет твоя не родившаяся дочь как это бывает что выкидыш если не провести обряд погребения перерождается в и гошу во что сука это проклятые существа которые черпают силу убивая беременных женщин когда они становятся достаточно сильными они нападают на тех кто причинил им зло но как откуда они знают благодаря узам крови и эти узы я собираюсь использовать чтобы найти твою семью как есть два способа предания гласят что и гошу можно ритуально похоронить под порогом дома тогда он превратится в чура это такое дух хранитель который сможет привести меня к твоей семье а что второй способ убить и гошу и взять немного крови в этом случае мне понадобится помощь выражая не убивай моего ребенка он и без того настрадался ты расколдуй его пусть он наконец упокоится а покажи и всего и гошу нужно найти я покажу тебе где я ее похоронил я выкупаю эту самую могилу под порогом а и так и эдак пригодится если превратите гошу в чура не получится будет где похоронить нас обоих да чем быстрее совсем разберемся тем лучше лучше всего сегодня в полночь тогда давай тут подождем а ближе к полуночи выйдем я покажу тебе могилу вели людям сидеть по домам и пусть насыпят под дверью черту из соли и постарайся протрезветь взять лопату ну чтоб могилу раскопать бери пригодится только могилу раскапывать не понадобится чем лопат тогда лупить друг друга опять темно уважаю еще немного давай за мной а имя ребенку дали да нет это зря имена сильные магические печати здесь отличное ты место выбрал да оставь ты меня уже я сука знаю что так и делается хорошо что знаешь яма раскопанная и пустая что это значит что и гоша вышел на охоту смотри это хуйня может кого-то убить он блять возьми его на руки быстро а если он разозлится он же наш мигом загрызет не повышая голоса не то растревожишь его пока он спокоен нихера себе тоже будет если он забеспокоится он перегрузит тебе шейную артирует истечешь кровью прежде чем я успею тебе помочь скажи если он начнет вертеться успокой его магией подними его возьми его в руки с вернемся в замок кажется ты хотел проверить силу легенд и обратить его в чудо ну и мест ничего туда призрак топнулся максим какие успокоит успокоился ведь мог но а что ты с ним хочешь сделать я ничего тебе надо его замыть если предание не врут в следующем утро он превратится в чурок также он будет связан с твоим домом а мне поможет найти твою семью все больше надо спешить нечего бывает что мне восстановило я не знаю я тоже издевается как ухой я его не удержу получилось ты выбрал имя нет ну так придумай какое-нибудь это важно это девушка чур любовь что теперь повторяй за мной силами неба и земли силами неба и земли миром что не стал твоим домом миром что не стал твоим домом прости меня та что пришла и кого я не принял нарекаю тебя именем и признаю дочерью нарекаю тебя дочерью да я признаю дочерью откидываюсь хорошо теперь здоровое тело что что теперь через сутки да я должна превратиться в чур я останусь здесь и подожду а ты возвращайся к себе и постарайся не упиться до беспамятства я подожду с тобой исключено но ребенок то мой я за все в ответе поздно проявлять родительскую заботу потом ты ничего не сможешь сделать ну я никаких но это работа для ведьмака я должен ждать здесь пока егоша не превратится в чур а ты возвращайся к себе и постарайся не упиться до беспамятства полночь взываю к тебе силой крови и заклинаю именем услышь и приди на мой зов да я укажи мне дорогу к своим кровным родичам я думал она изменится в виде а она что-то вообще не изменилась все люди по вылезали хотя им сказали сидеть дома а ты знаешь что такое коррекционный звезд спасите пусть он юбана волшебник он вообще для человек уже там не лаванду держали может стоит туда заглянуть так мы найдем одни трупы правильно подкова с молокуром не хватило бы денег на коня браслет наверняка его обронила одна из них подкова с молокуром не хватило бы денег на конях я уже все слышу одежда здесь кто-то переодевался обе были здесь значит я иду правильно она хочет показать мне что-то еще что такое что это такое какая мерзкая и Продолжение следует... Ай, ну давай быстрее, что ли. Трупа. Плохо, здесь уже побывали, пропалили. Но все равно стоит, клянуть. Блядь, не забывай. Надо смотреть, друг лошадь. На них тут, видимо, турпоеды напали, когда не ехали. Скорее всего... Что у нас тут? Кости. Кости лежат тут уже какое-то время. Седло. Седло прогрызли. Трупоеды становятся все прожорливей. Я убираю. Следы огромных когтей. Это не трупоед. Ой. Следы огром... Ноги. Не хватает подковы. Это стечение обстоятельств. Или конь потерял ее на старой смолоконе. Оторвать башку мог только кто-то очень сильный. О, кадав какой-нибудь. Здесь они, похоже, наткнулись на какую-то могучую тварь. Будем надеяться, они все-таки выжили. А, так они живы? Похоже, след ведет дальше. Похоже. 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 давай быстрее уже рыбацкая хата наверное он хочет чтобы я осмотрел это место а кто идите в другую чем там поле числиться наше хата с краю ничего у нас нет ничего не знаем мне нужны сведения я ищу двух женщин жену и дочь кровавого барона никого тут не было суды ты пиздень приезжали девушка невысокая лет двадцати ее мать худощавая под 40 видели полили куда делась девушка твой сын сказал столько что нет смысла отбираться а вы сударь не похожи ни на кого из людей ее отца потому что я не из них я ищу тамару и ее мать мне надо убедиться что они живы и в безопасности тамара ты небось сидит у моего брата в аксенфорте с госпожой анны тут другое дело хотя ей наверное всюду лучше чем во броницах у господина барона почему так он и елупил сударь госпожу а значит все об этом знали но никто пальцем не пошевелил бешен оборона что стало с матерью тамары вот как было дело я ждал их старой смолокурни привел коней лютый был холод а темно так что я на два локтя ничего не видел месяц стоял высоко они все не приходили я уж бояться начал что их какой-нибудь лихо утащило но наконец они явились и отправились мы в сторону реки тут вдруг ни с того ни с сего налетел вихрь решил было что мне башку оторвет а вдобавок эти здоровущие птицы их целые тучи кружили над лесом а крик такой подняли что аж ушах свиняла детьми искорчилась омара взяла ее за руку я увидел на ладонях у нее пылали знаки знаки а как увидим что ли и батьево урок какие знать увидим тоже знаки были не увидим обслужил климят скотт ну да только эти знаки были не почерневший а раскаленный да это стопудово стопудово вид что дальше хорошо и что было дальше стемнело еще пуще словно кто все звезды погасил в одну минуту сверчки утихли а из лесу вдруг такой рык раздался меня холодный под прошел я дух перевести не успел как из чаще выскочила чудище огромная что твой сарай рогатая и глаза горят как раскаленные угли я-то думал конец не только чудище бросилась на коня госпожи анны башку ему оторвало а саму ее в лес унесло наши кони значит мой и барышни тамары переполошились и понесли куда глаза глядят только потому мы избежали тамара хотела вернуться за матерью но на счастье жена ее отговорила убедила что одно ей ничего не сделать мы могли зачем ты вообще им помогал ты же здорово рисковал должок у меня был перед барышней тамары три луны тому назад сын мой лежал в горячке и мы уж думали что не выживет тамара об этом проведала принесла еду и лекарства ну сыну тебя конечно что в доме шаров спасла мне парнишку сам бы я не решился помогать но жена мне сказала настал час войны и презрения час вражды человеческой теперь должна за добро добром платить потому что кто стоит без дела тот все равно что зло творит ты женат на умной женщины рыбак жаль вот только госпожу анну не спасли но я знаю где он на кривоуховых топе я встретил женщину с пылающими знаками вроде тех о которых ты говоришь ну я госпожа боги помню помню уховых топах там я видел в последний раз ради всех богов на нашем свете а я понял что за голос шептал в темноте это бабка это бабка она жена барона спасибо тебе за помощь я сейчас не будет хорошо я сделаю все что смогу помогли а я дому в дашу у ведьмак скотина все спиже 5 груз так но я на коне наверно могу-то ездить все равно даже если перегруз по идее и кож значит здесь кончается наш общий путь благодарю тебя идея с миром пизду с миром как говорится как я не почитал про перекус на на я могу двигаться на коне что там по журналу так давай тогда я плату с гонзы к ну не к ворону я с пока с ним говорить не буду я тогда сейчас тамара перетер но я знаю за то где его жена она помадает отдохни или начал потом потом чё потом сейчас я продамся быстренько выложу всякую хуету а ну я наверно не смогу мне придется подождать правильно ой вы расстроили страну самогону желаете даже товарах или не свой товар так палка как эта ковырелка вспомогательная нас надо пинка штаны топорника вот этот комплект я оставлю чисто чисто так а два серебряных меча я думал мне не надо вот так оставлю их как запасные буду носить наверно тут я ничего не могу продать тут и все надо прочее наверно да как разобрать на составной части шмот будь здоров вот это без понятия вот это все надо выкидывать короче надо все сходить и выложить а знаете что давайте на этом закончу если вам понравилась серия всем понравилось видео точнее ставьте лайк подписывайтесь на канал безусловно это в первую во вторую очередь естественно нужно перейти по на мой твич канал по ссылке в описании и подписаться на него я буду вам очень благодарен стрим это практически каждый день а мы продолжим уже в следующей серии всем удачи пока всем пока